Всем здравствуй, друзья! Всегда рады видеть вас на канале Художка. Последнее задание, четвертое. Больше мы стилизовать Мишку не будем. Стилизуем мы последний раз, хотя еще раз скажу на всякий случай, что таких заданий великое множество. И в десятке мы специально отобрали четыре задания. Ну, на мой взгляд, самых ярких, те, которые нам с вами конкретно пригодятся в будущем на наших уроках. Если со временем мы решим еще что-то постилизовать, еще какие-то задания выполнить, обязательно это сделаем. Но пока остановимся на этих четырех. Значит, чуть вернемся назад. Первое задание у нас было обобщение. Следующее задание у нас было упрощение, когда мы оставляли одну линию. Следующее превращение в букву. Теперь четвертое задание. Самое интересное, самое сложное для понимания. Я сейчас в трех словах объясню, вы поймете, даже не переживайте. Смотрите, сейчас задание будет называться «Передача движения». Что это значит? Давайте карандаш. У любого предмета, неважно, вот этот самый медведь, или ваза, или человек, внутри его, вот этого, так сказать, апреса, внутри его тела, есть какое-то движение всегда. Если у вас оно довольно статичное, хотя вазы все разные, у дерева, соответственно, оно более такой изощренен. У человека тоже, ясно, в движении. У медведя есть свое движение. Значит, что значит «Передача движения»? Не «Передача того, как медведь двигается и бежит», а «Передача движения» его пластики. Пластики его, собственно говоря, самого медведя, да? Что мы здесь видим? Мы видим основную ось. Вот ее и нужно выявить. Она идет через все тело медведя, правильно? Да. Раз. Это первое его движение, так? Так. Дальше. Что еще мы видим? Какое движение передача? Правильно. Вот это. Так? Так. Что еще? Ну, мне кажется, что может быть моськой. Наклон головы. Правильно. Вот такое движение. Правильно? Правильно. Значит, раз – это движение его тела. Два – это направление вот этой лапы. Три – наклон головы. А вот эта статичная часть, она не так нам интересна, правильно? Ой, молодец, Татьяна, вы просто растете на глазах. Что мы с вами делаем? Смотрите. В данном случае мы с вами убираем сначала внутренние части медведя. Они нам не нужны, они нам будут только мешаться. Правильно? Правильно. Дальше. После того, как на первой стадии мы уберем внутренние линии, на следующей стадии мы оставим всю внешнюю линию и уже начнем показывать вот те самые внутренние движения, которые показывают, собственно говоря, динамику. Да? Да. Направление движения. Да. Следующим этапом мы полностью уберем внешний контур, он нам уже не нужен. Угу. Мы его убираем просто постепенно, чтобы дать понять себе и зрителю, да, что все-таки это был медведь. В итоге у нас останется только те самые движения, о которых я говорил. Угу. Но, чтобы лучше понять, какие движения нам более интересны, как мы сейчас их показали, какие менее интересны, мы должны еще показать какие-то движения, которые мы будем убирать, которые потом нам будут не нужны. Вот эта лапа, о которой мы говорили, да, а также внешние какие-то контуры. Угу. Давайте мы сейчас будем рисовать, и зрителю будет понятнее. А для начала обведем мишку еще раз, чтобы избавиться от его внутренних рисунков. А давайте-ка я вам покажу, как это сделать правильно, хорошо? А вот буду вам очень признать. Дело в том, что вот эти самые движения, вот эти оси, о которых мы говорим, по сути и есть, собственно говоря, оси. Только не ось, по которой строится предмет, а ось его движения. Правильно? Да. А давайте-ка поймем. У нас движение вот этой формы, вы как считаете, оно идет справа налево или слева направо? Мне кажется, сначала моська пошла с носиком, то есть вот так. То есть он стремится назад, пятится. А, ну вообще нет, конечно, он отталкивается ножкой и вперед. Конечно, оно само движение льет вперед. Поехали. Что мы делаем? Смотрите внимательно. Мы берем, сначала показываем себе ось. Угу. А теперь начинаем разгонять ее, давая понять, что это движение стремится вот в эту сторону. Моська красивая. Понятно? Да. Понятно. Следующая ламка в эту сторону. Как изгибается, сюда или вот сюда? Внимательно посмотрите. Какая линия... Правильно. Эта линия лучше передаст движение. Правильно? Я сейчас еще одну покажу, а дальше вы сами. Угу. Правильно? Да. Правильно. Мордочка? Мордочка вот так, да. Рисуйте. Свободнее. Свободную ручку. Сразу можно сейчас вот? Вот, товарищ зритель, смотрите, для чего собственно мы делаем. Почему не я вам все нарисовал, а почему наш ученик делает? Если я все нарисовал, то не за что было бы зацепиться. Ну, сделал, сделал. А вот здесь есть ошибочка, на которую хочу обратить внимание. Видите, очень параллельно, да? Угу. А у самого медведя ничего не параллельно. По выше. Смотрите, видите, раз, 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 да? Угу. То есть вот это движение, оно все-таки вот так, да? Давайте лишнее все-таки немножечко сотрем. Да. И повторим еще раз. Вот это задание, я хочу особо акцентировать на нем, внимание. Передача пластики, внутренней пластики предмета. Это развивает очень и очень активно. Очень рекомендую вам, помимо этого задания, брать любые другие предметы, не только животных. Как я уже говорил, можно брать любые вазы, бутылки, не знаю, основные стулья, человека, дерево, все что угодно, автомобили. И искать в них, внутри этих предметов, вот эти самые главные пластические движения. И пытаться их повторить вот таким же образом. не нужно стилизовать это, конечно, как кучу этапов, а вот просто взять и попытаться найти их движение, их ритм. Вот это очень-очень полезно. Ну вот такие пучки у нас получаются. Пусть будет пока так, мы разовьем это в следующих статях. Теперь давайте покажем то, что мы со временем, может быть, уберем. Вот здесь. А вам не кажется, что оно не вниз развивается, а вверх? Вот так? Да, да, да. Давайте покажем. Да, возможно. Вот, кстати, если мы говорили о том, что параллель не очень хороша, и это неправильно было с террористическим по движению, то вот здесь перпендикуляр мне не очень нравится. Может быть, мы тогда его тоже... А, оно станет параллельно с этим тоже. Да. Вот сейчас хорошая линия, вот так ее видите. Так оставить. Да, да, да. Оно ни с чем особо там не конкурирует. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте сейчас... Можно найти еще множество движений. Можно посмотреть и вот эту часть, и вот эту часть, и здесь. Мы сейчас не будем этого делать для того, чтобы зритель не запутался. Да? Да. Давайте будем стилизовать дальше. Мы сейчас... Что сделаем? Мы сейчас еще раз обидим. А вот и нет. Что намного обводить? Мы сейчас должны избавиться полностью от его контура. Да? Да. Нам контур уже не нужен. Нам сейчас нужны только вот эти движения. Так что сейчас перерисовываем полностью вот эти движения уже без медведя. Даже внутри своего пучка не старайтесь не делать одинаковый тон. То есть где-то нажали сильнее, где-то меньше. Это вообще всегда правильно, когда нету однотонного пятна. Раз, еще где-то нажало посильнее. Ну нет, ну это коряло. Ну, это коряло. Легче, свободнее. Как выстрел? Дайте покажу. Давайте. Смотрите. Вот идет движение. Приноровились, да? Если сразу тяжело, приноровились. Вот так вот. Помните, как мы с вами... Да. Овалы. Элипсы. Овалы, Татьяна, элипсы. Ой, блин, сигареты. Помните, как мы с вами элипсы строили, да? Сначала приложили карандаш, подвигали вот так, посмотрели, как бы движение. Раз, 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 где-то нажали. Где-то легче, где-то сильнее, где-то все. Все. Отлично. Вот, два, два, три. Давайте так же легко. Следующее движение. Смотрите, следующим этапом мы можем практически полностью избавиться от контура. Ну, оставить там какую-то одну линию. Вот, собственно, у нас здесь подсказка есть, какую мы можем оставлять. Не обязательно следовать этому. Можно вот эту оставить. Она нам меньше будет мешаться, на самом деле, чем... Угу. Вот, кусочек оставить. И повторяем еще раз вот эти вот движения внутри. Внутри, да? Движения внутри. И уже в следующем вот так вот совсем избавимся от контура. И оставим только движения внутри. Так, пробуем. Смотрите. Вот сейчас важный момент. Человек будет первый раз, как мы говорили, сначала пробовать. Сейчас не рисуем сразу, а возим, как мы хотим. Легче, легче. Я вижу, рука напряжена. Так, так. Теперь легкую-легкую линию проводим. Проводим. Теперь чуть увереннее. Увереннее. Жмем сильнее. Раз, раз. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Раз, раз. И пучок вот этот делаем. Распрямляем ее, да? Расширяем наоборот. И нажим где-то сильнее, жестче. Еще сильнее. Смач... Вот, отличное, правильное направление. Не борщим, не борщим. Вот, хорошо. У нас же всегда должно быть, помните, крупное движение, основное. Где у нас основное движение, Татьяна? Ну, я считаю, что вот это диагональ. Правильно. Среднее. А среднее, это вот через лапу, которая проходит. Ну, и вот это меньше. Ну, и через голову, да. А вот от этого движения, которое у нас было, да, мы уже избавляемся. Оно нам здесь уже не нужно. Вот в данном случае мы избавляемся полностью или какой-то... Уже можно полностью избавиться. Можем избавиться. Это запускается. Значит, на следующем этапе мы полностью избавимся от контура, которого вообще уже у нас не будет. У нас еще будет кусочек, кстати. И мы постараемся, как я сказал, четко разобрать по важности вот эти движения. Основное, крупное, среднее и мелкое, да? Да. Это выражается как толщиной линии, густотой вот этого пучка. Правильно. Так и длиной. И длиной, все верно. Семь этим. Итак, завершающая стадия. Здесь у нас их будет поменьше. Остаются только вот эти направления. Пучки, как их называет наш ученик. На самом деле, конечно, это не просто пучки. Это именно движение. Движение предмета. Ну, давайте сейчас, посмотрите, как было у нас с вами ось вот этого движения. Вот. Еще, еще вниз. Слишком наклонено. Старайтесь не сразу рисовать, если у вас не получается, или если вы не уверены в себе, да? Старайтесь сначала показать, приноровиться. Задать себе, так сказать, направление. Помотить карандашиком туда-сюда несколько раз. Неженько, плановенько. Сначала нажимайте на бумагу. Аккуратно. Изгиб. Сохраняем не прямая линия, по-моему, да? Изгиб. Вот, вот. И теперь уже... Не-не-не. Ручку не надо убирать. Вот мы возим туда-сюда. Водим туда. Влево, вправо, влево. Теперь сильнее нажимаем на карандашик немножечко. И в какой-то момент мы должны выстрелить. Бам! Жирный. Вот так. Молодец. Ручку не убираем, не двигаем карандашиком. Еще раз. Возим туда-сюда. Возим. И выстреливаем, когда уверены в себя. Вот. Выстреливаем. И вот так и делаем. Возим сначала туда-сюда. И выстреливаем. Активнее, активнее. Нажимаем, нажимаем. Сильнее нажимаем. Так. Теперь уже можно и полегче, и отнажать. Хорош. Отлично. Вот теперь сравните. То есть, послушайте, товарищи зрители. Раз, два, три, четыре. Всего лишь четыре этапа. Посмотрите на линии нашего ученика. Вот здесь. Ну, здесь вот. Я рисовал вот так вот. Здесь. Вот эту салону вот здесь. И вот четвертый этап. И уже, смотрите, намного пластичнее. Правда? Пластичнее, увереннее, легче. Всего лишь четыре раза. Представьте себе, если вы это сделаете десять раз. Это ведь очень быстро. То есть, рука на самом деле становится, и глаз учится довольно быстро. Легче не для чем. Вот всегда это делается просто там карандашом или ручкой, чем-то таким удобным. Не выделяя цветом. Может быть, ее главное движение следует показать, допустим, цветом более активным. Среднее, менее активным цветом. Или вообще в данном случае такие вещи осводятся в том, и все. Понялось. У всего должна быть цель, да? Здесь у нас цель основная – эти движения показать. Так? Да. Так. В данном случае, вот графические вот эти приемы, они наиболее эффективны, потому что, ну, для чего надо называть краску, мешать ее, воду там наливать. Для чего? Для того, чтобы просто это потемнее сделать. Ни к чему это вовсе. Карандашом, в данном случае, именно карандашом, причем мягким карандашом, получается самый адекватный, самый хороший результат. Так что здесь не нужен ни маркер, ни кисть, ничего другое, ни перо, ни тушь. Вот карандашиком. Если возьмется твердый карандаш, будет не очень хорошо. А вот мягкий карандаш, там, в 6B, 4B, даже в 8B, он подходит. Мало того, вот вы краской это будете делать, вы ошиблись, вы что с ней делать-то будете дальше. Перерисовывать все? Или маркером? Нет. А карандашик всегда можно с терочкой перебрать, верно? Можно. А Олег Леонидович, еще такой момент, такие вещи не используются, как, например, показывается еще и усилять какой-нибудь стрелкой. Да не дай бог, не надо. То есть это вот все уже глупости, да? Это все излишество. И стрелками показывается, но это уже совсем будет техническое задание, нам это не нужно. У нас именно что стилизация, правда? Да. Ну что, господа, все, у нас практически конец. В общем, практически мы задание довели до конца, движение показали. Посмотрите внимательно теперь на первого медведя и на последнего медведя. Да, друзья мои, это все еще тот самый медведь, но разобранный, разобранный медведь, в котором мы указали его основные элементы в виде движения. Мы передали движение внутри этого предмеда, то есть характер. Понимаете, о чем я говорю, да? Товарищи, вы понимаете? Татьяна, вы понимаете? Да. Чудесно, что вы понимаете. Друзья мои, если у вас возникнут вопросы, если вы что-то не поняли и вы хотите уточнить, всегда можете спросить меня в комментариях, задать любой вопрос. На каждый вопрос в комментариях обязательно ответим. Ну что ж, друзья, мы сегодня с вами не просто прикоснулись к прекрасному, мы с вами прикоснулись к стилизации. Причем к стилизации как части очень большого такого жанра. Мы с вами поняли, что мы не просто изучаем линию, пятно для того, чтобы потом правильно рисовать кувшин, например. Да, конечно же нет. Мы с вами поговорили о том, что вот это самое загадание является частью в том числе и дизайна. Потому что при создании очень многих элементов, не только логотипов, конечно, не только рекламы, но в том числе и каких-то очень сложных конструкций, дизайнеры обращаются к природным формам. Достаточно вспомнить подъемный кран, вертолет, вы понимаете, что все эти образы брали из мира животных, что вертолет это стрекоза, мы так далее не будем перечислять. Но это действительно постепенно, вот за счет этих самых упрощений, обобщений достигается вот этот результат. Поэтому, поднимательно посмотрите этот ролик, может быть и не один раз, повторите его вместе с нами, возьмите свое животное. И вы поймете, что каждый сантиметр какого-то движения, какой-то линии может рассказать нам очень о многом. Иногда линия может сказать нам еще больше, чем, собственно говоря, сам предмет. Пока-пока.